Представьте себе, вам нужна опора социальная. Религия за неимением партии. Мы много раз говорили, что Единая Россия за все годы своего существования не превратилась в партию идеологическую. Это с самого начала создания в 1999 году до сегодняшнего дня является партия функциональной. Функциональный смысл этой партии всегда поддерживать Путина. До того, как партия выработала какую-то идеологию, либо наоборот идеология меняется, или какие-то решения, вот есть лидер партии Путин, Путин принимает решение, и мы обеспечиваем легитимность принятого решения через думские и софедерационные процедуры. Вот его функциональный смысл. Вот так сложилось. Люди могут иметь идеологию внутри этой партии без спорта, но сама партия вот такая. Значит, людей, которые бы пошли за другую идеологию, кроме как за Путина, какой-то набор социально-экономических мер, набор каких-то политических реформ, трудно рассчитывать, поскольку нет, она не генерирует, она должна поддерживать то, что вырабатывает Путин и его команда. Теперь, в этих условиях Путин выбирает себе идеологию, как раз тут чистая идеология, это идеология консерватизма, стремясь превратить Россию в консервативное государство, и тоже неоднократно говорил, сейчас на фоне всех событий еще более четко выясняется, что, скорее всего, мой анализ был прав. Россия консервативная часть Европы, то есть Европа разная, но общество Франции между либералами и консерваторами расколото пополам, общество Германии между либералами и консерваторами расколото пополам, так вот Путину роднее вот эта вторая консервативная часть, которая чуть в меньшинстве, но все-таки вот так. Это его позиционирование. Вот как в этих условиях вы себе представляете, что он даст по рукам? И о короте скажет, не лезьте туда. Вот тогда он остается, значит, болотное, не полюбит никогда, посетители Жан-Жак кафе не выйдут никогда, а он тогда отгонит тех, которые за него пойдут в силу своих причин, хотя бы потому, что им стало хорошо при нем. Поэтому, я думаю, с политической точки зрения говорить в терминах «дальновидно» либо «близоруко» мы не можем, поскольку мы не понимаем до конца из-за отсутствия прозрачных процедур, а самое главное, из-за отсутствия в обществе, ну, в основной массе общества, желания узнавать конкретные обещания, конкретные цифры, конкретные обязательства, по которым сравнивать, насколько люди, которые находятся у власти, достойны продолжать оставаться у власти в соответствии с заявленным декларацией. Поэтому, если вы внимательно посмотрите на многолетнюю историю различных программ, вы никогда не увидите конкретных обязательств, вы никогда не услышите, что я вот столько-то сделаю, это вот такое-то будет воздох. Это общий тренд, потому что, когда наступает момент обращаться к людям, ты как бы можешь соответствовать словам их и ожиданиям. Поэтому я не думаю, что сейчас кто-то будет их укорачивать. А с другой стороны, вот сейчас, наверное, тогда плавно перейдем к экономической ситуации. Много раз мы уже это с вами обсуждали, но никуда от кризиса-то не деться, тем более, что вот и на Гайдаровском форуме тоже уже слово «кризис» даже звучало вслух уже, начали говорить «слух» – это страшное слово. Но ведь люди видят, что они там на одну и ту же сумму денег могут купить там все меньше и меньше и меньше. Разве это не измеритель? Да, это измеритель, но пока социология, пока, на сегодняшний день, социология не дает нам достоверной информации или подтверждения, буквально каждодневной социологии, что изменение материального уровня жизни, более того, уже порядка 40% признает, что кризис есть, и в качестве главного показателя кризиса – рост цен, они называют в социологическом. Но поддержка или желание голосовать за Путина, вот в последние дни много социологов выходило на трибуну и доказывало нам, оно не уменьшается. Таким образом, мы можем, как бы анализируя эти события, думать о в условиях кризиса, естественно, стремлении к мобилизации, концентрации в одних руках чего-то. Поэтому не время сейчас нам искать новых лидеров. Это одна реакция. С другой стороны, и в советской истории это довольно часто бывает. Вот газета «Правда» за 10 марта, похороны Сталина, и целый блок постановлений ЦК и Совета министров о слияниях различных ведомств, о концентрации власти в руках. Там Берия берет под себя такое-такое-такое министерство, потому что это естественная реакция, децентрализация власти, когда все хорошо, когда ты не считаешь, что риски для центральной системы высоки. Как опасность надвигается, ты должен концентрировать в одних руках. Вот если это такая память народа, что в условиях кризиса нужно сплотиться вокруг Путина, это одно. С другой стороны, это совсем противоречит опыту современного человека. Ну, совсем противоречит. За кризис 2007-2008 года почти все лидеры в мире сменились. Ну, там у нас Меркель осталась, да? А в принципе все ушли, потому что, ну как, кризис? Людям надо с кого-то. И недовольны мы и во Франции, недовольны мы и в Англии, в Великобритании, недовольны мы своими руководителями в других странах. То есть руководители меняются. У нас не меняется. Вот, если кризис, вот Гайдаровский форум, который вы упомянули, меня скорее огорчил по нескольким причинам. Первое. Выступает несколько человек из правительства. Там Медведев, Улюкаев, Силуанов. Совершенно очевидно, могу ошибаться, но тогда непонятно как. Получилось так, что у них у каждого был свой месседж. Значит, совершенно очевидно для меня, что они не собрались перед этим форумом, не сели за одним столом и не переговорили. Слушай, ты о чем будешь говорить? Вот это. Тебя спросят про долги, как ты будешь их... Как мы будем решать проблему долгов? Мы будем использовать резервы, да? А я собираюсь сказать, что мы в резервы не залезем. А как, давай-ка соглашимся. Неувязочка. А ты о чем будешь говорить? Вот у них у всех были такие неувязки, которые на самом деле говорили о том, что, а, эти люди между собой не пообщались перед таким форумом, когда месседж должен быть централизованный и внятный для всех участников, включая иностранцев, которые понесут эту весть дальше. Второе. Это говорит о том, что у них нет плана конкретных действий. Потому что одному кажется, что он залезет в свои резервы, другому кажется, что он каким-то волшебным образом обойдется. Сегодня начинаешь читать, ну, вот эти дни после него, уже начинается как бы апология Центрального банка. То есть включились друзья, которые описывают, что Эльвира Набиулина замечательная женщина и делала все правильно. Правда, отмечают, что не совсем своевременно. Но это так, а пропо. И никто не говорит о том, что чрезвычайно неудачная словесная интервенция Центрального банка, в частности, Ксении Юдаевой, разрушила на какой-то период в декабре полное доверие к монетарным властям Российской Федерации, из-за чего Юдаеву, собственно говоря, и сместили с поста, который она курировала именно как человек, который должен быть ньюзмейкером. И вернули Тулина, про которого профессионалы банка говорят, что это толковый чувак, который и понимает экономику, и рынок будет ему верить. Ну, посмотрим. Таким образом, смысл Гайдаровского форума встретились, сделали много противоречивых заявлений, и сегодня Медведев проводил совещание якобы по докладу Улюкаева, как нам проводить антикризисную программу. Коммерсант давал утечку подготовленного документа, где прослеживается такая мысль, якобы, я не видел просто этого документа, что на самозанятость будет сделан упор. На самозанятость. Значит, большие коллективы будут распадаться, кроме тех, которые попадут в заветный лист предприятий стратегического значения. Они могут, да, продолжать играть в хоккей, и вообще все виды спорта, как Уралан Вагонзавод, играет в хоккей, там у них главная проблема найти обувь какому-то их чуваку 48-го размера коньки. Вот, а другие должны самоорганизовываться в бизнесе. Тревожно. Да уж, тревожно не то слово. А вот как в условиях кризиса этот бизнес может или не может самоорганизоваться, через несколько минут мы вернемся.